На этой неделе герцог и герцогиня Кембриджские посетили Уэльс, чтобы отметить День Святого Давида, покровителя страны. В рамках своего визита пара отправилась в Блэйнаван ХВБ, молодежный центр, ориентированный на сообщество. Они пообщались с молодыми людьми и попробовали испечь местные деликатесы, валлийские пироги. В то время как Кейт, любительница готовить, справилась с этой задачей, ее муж, похоже, испытывал трудности. Поездка Кембриджей знаменует их возвращение в страну, где они начали свою супружескую жизнь. В 2010 году принц переехал на остров Англси в Северном Уэльсе, где он служил в королевских ВВС. Кейт, его тогдашняя подруга, переехала к нему через несколько месяцев. До 2013 года королевская пара арендовала отдаленный фермерский дом, который считается первым домом принца Джорджа. Коттедж с четырьмя спальнями находится в поместье Бодарган, принадлежащем лорду и леди Мейрик, и имеет выход на частный пляж и захватывающие виды на близлежащий лес Нью-Бора, остров Уланд-Двин и Сноудонья. После пышной свадьбы в Вестминстерском аббатстве пара захотела уединиться и уехала на идиллический Валийский остров. Там они прожили первые годы своего брака, как любая другая молодая влюбленная пара. Однако с тех пор Кейт рассказала о некоторых трудностях, с которыми она столкнулась, живя на острове Англси. Согласно Хофингтон-Пост, во время посещения детского центра в Кардиффе герцогине сказала, «Я разговаривала с некоторыми мамами, у меня только что родился Джордж, а Уильям все еще работал в поисково-спасательной службе, поэтому мы приехали сюда, когда Джордж был крошечным, крошечным малышом, в центре Англси. Это было так изолировано, так отрезано, у меня не было рядом семьи, он работал в ночную смену, так что если бы только у меня был такой центр в определенное время». Пара переехала в апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце после того, как в 2013 году принц Уильям закончил работу военным летчиком. В то время принц Уильям с нежностью отзывался об их первом доме. Выступая на выставке Англси Шоу, герцог сказал, «Этот остров был нашим первым совместным домом, и он всегда будет особенным местом для нас обоих». Мы с Кэтрин с нетерпением ждем возможности возвращаться сюда снова и снова в ближайшие годы вместе с нашей семьей. Я знаю, что говорю за Кэтрин, когда говорю, что никогда в жизни не знал такого красивого и гостеприимного места, как Англси. Они живут в квартире Кенсингтонского дворца вместе со своими детьми, восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи. Во вторник пара была встречена ликующими толпами у рынка Бергавенни. Пока герцог и герцогиня приветствовали доброжелателей, Лиз Брюэр, местная жительница, спросила о благополучии троих детей пары. Герцог ответил, «Дети в полном порядке, спасибо». Уильям сказал, «Они всегда спрашивают нас, куда мы идем, и мы показываем им на карте, где мы находимся». 22 и 23 февраля Кэтрин, герцогиня Кембриджская проведет в Дании. Точнее, первый день она уже там провела, причем не только в напряженной работе. Дания считается мировым лидером, когда дело доходит до развития детей ранних лет, и Кейт, которая недавно запустила центр раннего детства своего королевского фонда в Великобритании. В первую очередь прибыла в эту страну с визитом, чтобы перенять опыт датчан в создании благоприятной среды для развития малышей. Времени она даром не теряла. Издание Daily Express подготовило фотоотчеты о первом дне пребывания Кейт Мидлтон в Копенгагене. Кейт отдала дань уважения Дании своим выборам наряда, первые фото Кейт Мидлтон были сделаны перед тем, как она посетила Копенгагенский университет, чтобы ознакомиться с Копенгагенским проектом по сохранению психического здоровья младенцев. Для первого дня визита в герцогине Кембриджская выбрала красный пиджак и белую блузку, что соответствует цветам флага Дании. Жемчужные серьги Кейт тоже выбраны не просто так, зоркие глаза представителей СМИ быстро разглядели сережки, которые Кейт Мидлтон выбрала для своего первого дня пребывания в Дании. Они тоже являются своеобразной тонкой данью уважения к стране, поскольку принадлежат к ювелирному бренду дизайнера из Копенгагена Марии Блэк. Герцогиня побеседовала о здоровье малышей с посетителями детского музея Копенгагена, Кейт выглядела очень увлеченной, когда она посетила детский музей Копенгагена, чтобы узнать больше о проекте «Понимайте своего ребенка». Кейт выглядела восхищенной встречей с родителями и их детьми, после встречи с двумя восьмимесячными мальчиками и их родителями, Кейт пошутила. «Это делает меня очень задумчивой. Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. Я прихожу домой и говорю, давай заведем еще одного малыша». Кейт решила прокатиться с горки в Лего Фаундейшн Плейлаб. Улыбка герцогини Кембриджской, которую она послала людям, столпившимся внизу у подножия горки, была несколько нервной. Но она все же рискнула нырнуть внутрь горки в Лего Фаундейшн Плейлаб в Копенгагене. И горка покорилась Кейт герцогини Кембриджская, была в абсолютном восторге, скатившись с горки и долго не могла унять смех, на радость фотографировавшим ее представителям прессы. Отдышавшись, она сказала, «Раз уж я здесь, я должна была это сделать, это вполне в духе Лего Фаундейшн Плейлаб». 23 февраля герцогини Кембриджской предстоит официальная аудиенция королевы Дании Маргрете II, а также встреча с кронпринцессой Данией Мэри, которая продемонстрирует Кейт, как работает ее проект по защите женщин и детей от домашнего насилия. Удивительно, как легко и быстро Меган Маркл сумела из Меган из каждого утюга стать герцогиней-невидимкой. СМИ теряются в догадках, что случилось. В сентябре прошлого года герцог и герцогини Сасекские блестяще вернулись на мировую арену впервые с тех пор, как покинули Англию в 2019 году. Стремительный визит пары в Нью-Йорк, где они посещали благотворительные мероприятия и встречались с представителями крупных мировых организаций. Который был завершен их выступлением на концерте Центральном парке, намекнул на то, что грядут большие дела. В нарядах и драгоценностях на сотни тысяч долларов после недавнего подписания контрактов на производство контента со Spotify и Netflix, Меган, казалось ясно, дала понять, что намерена жить как гибрид знаменитости и королевской семьи. Но перемотаем пленку вперед на пять месяцев. Мать двоих детей таинственным образом исчезла из поля зрения. Фактически ее последнее официальное появление было более ста дней назад на гала-концерте в Нью-Йорке в ноябре. Теперь возникли вопросы о том, почему принц Гарри на днях посетил суперкубок по американскому футболу в Лос-Анджелесе, вместо Меган взяв кузину, принцессу Евгению, в качестве своего плюс один. Непонятно, почему Меган не было с Гарри, говорит один из источников издания New Idea. В Калифорнии нет ни души, которая добровольно отказалась бы от места в VIP-ложе суперкубка, тем более если речь идет о Меган. Лос-Анджелес Рэмс, участник суперкубка и ее домашняя команда, они играют в ее родном городе. Меган всегда была довольно активной болельщицей. Она любит посещать крупные мероприятия такие как у Имблдон и открытый чемпионат США, поэтому суперкубок точно был бы ей по душе куда больше, чем для Евгении. К тому же Меган классно выступила в команде поддержки с другими звездами в преддверии суперкубка 2014 года, где она подружилась с теннисисткой Сиреной Уильямс, напоминает New Idea. Люди, ранее близкие к Сассексам в Лондоне, также заметили длительное таинственное отсутствие Меган. У нее есть все эти многомиллионные сделки с брендами, но никто еще не видел реального контента. В Великобритании ходят слухи, что она затаилась на корточках, изо всех сил пытаясь собрать что-то вместе, чтобы выполнить свои контракты. Поделился один из них с изданием New Idea. Возможно, у Меган хватило ума, чтобы понять, что ее появление на суперкубке будет не очень хорошо воспринято. В то время, когда большие боссы Spotify и Netflix ждут своих подкастов и телешоу, которые она обещала им больше года назад. А вы как думаете, Меган молчит, потому что упорно работает или есть какие-то иные причины? Пишите в комментариях. Для этого он даже попытается предпринять экстраординарный шаг по продлению аренды Фрогмаркоттеджа, сообщает издание The Telegraph. Институт государственных советников – важная часть британской монархии. Согласно закону, суверен должен иметь четырех государственных советников, которые в отсутствие монарха в стране или в случае болезни, будут исполнять его обязанности, подписывать государственные документы, принимать верительные грамоты о послов и т.д. Роль государственных советников выполняют супруг супруга действующего монарха, а также трое ближайших в очереди на престол совершеннолетних членов королевской семьи. После того, как супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, почил в Бозе, государственными советниками Ее Величества являются принцы Чарльз, Уильям, Гарри и Эндрю. Именно в таком порядке они могут замещать королеву. По поводу последних двух у дворца сейчас некоторая паника. Сама мысль о том, что Гарри или Эндрю могут замещать королеву, кажется просто кощунственной. Но ведь накануне сложилась ситуация, в которой это могло произойти. Принц Чарльз вторично подхватил ком. Вид и самоизолировался. Ее Величество, общавшееся с Чарльзом, временно отошло от дел, находясь под наблюдением медиков, а принц Уильям был в заграничном туре. Благо Уильям вернулся быстро и не Гаррине Эндрю ничего подписывать не пришлось. Тем не менее сейчас дворец всерьез взялся за вопрос смещения принцев Гарри и Эндрю с поста государственных советников, для чего потребуется акт парламента. А между тем принц Гарри, похоже, решил всерьез побороться за эту почетную роль. Во всяком случае стало известно, что он намерен сохранить свою прописку в Великобритании официальное место проживания в этой стране, что помимо британского гражданства, является обязательным условием для государственного советника. До 31 марта нынешнего года его официальной резиденцией и почтовым адресом в Великобритании является Фрогмаркоттедж, согласно договору аренды. Стало известно, что принц Гарри намерен этот договор продлить, чтобы по-прежнему иметь британскую прописку и квалифицироваться как официально проживающий в Великобритании. В таком случае даже парламенту будет весьма сложно обосновать лишение Гарри должности государственного советника, несмотря на то, что фактически он проживает в США.